Друзья мои, всем привет! Сегодня говорим про тренды в корпоративном обучении, которые актуальны в 2021 году. Меня зовут Вера Бокарева и я занимаюсь проведением тренингов, курсов для отделов продаж, для отделов снабжения, для руководителей. Специализируюсь на темах, больше связанных как раз софт-скиллс, стрессоустойчивость, лидерство, тайм-менеджмент. Конечно же, у меня есть большая группа тренингов по продажам, по переговорам, по саморазвитию. Делюсь, наверное, основными такими сегодня с вами выводами, вот то, что я вижу. То, что я вижу по своим клиентам, то, что я вижу по рынку в целом. Вообще, вот мы как с вами плавно, ну может и не совсем плавно вошли в 2020 год, так мы с вот этими трендами и идем. Они в 2021 году еще больше только выкристаллизуются, станут более заметными, более четкими. Я бы не сказала, что есть какая-то инновационность, что есть что-то такое кардинально новое. Просто есть тренды, у которых и так все, скажем так, понимание их уже на руках, там, я не знаю, в словах и так далее, осталось больше все-таки сосредоточиться на них и их не игнорировать. Первое, самое главное, ну конечно же, это то, что обучение перешло в онлайн, именно произошло некое смещение. Ну понятно, что в 2020 году причиной этому были многие вынужденные обстоятельства, когда люди сидели на изоляции, когда многие люди болели и так далее. Ну в 2021 году так или иначе это тоже нас коснется и так получилось, что многие компании, они как бы вынужденно на этот формат перешли, но они на нем же и остались. Они просто оценили экономичность, оценили некую степень свободы, оценили мобильность, плюсов на самом деле очень много. Естественно, компании больше стали доверять этому формату, но у всех по-разному, у кого-то действительно ключевое это именно экономия, а у кого-то нет, кому-то важно сэкономить время, важно там освоить, дать возможность сотрудникам освоить больше материалов. Так что онлайн формат, он действительно очень адаптивен в этом плане. Что еще? Это смешанные формы обучения. То есть если раньше мы больше говорили о том, например, чтобы какой-то тинг-билдинг провести, какой-то корпоративный тренинг, то есть все вживую, все отрабатывается, все обсуждается, то сейчас это нарезанные кусочками теоретические задания, какие-то скрипты, это небольшие сессии с тем же самым, например, с коучем или с тренером, либо там какая-то ваша внутри командная работа, это какие-то небольшие разовые задания, то есть все это интегрировано в вашу практическую деятельность. Это экономичнее, это позволяет тратить меньше времени, то есть смешанной формы, потому что очень много навыков, которые мы ну никак без практической проработки не можем. Нам надо тренировать, нам надо тренировать скрипты, нам надо что-то там и в полях отрабатывать. То есть понятно, что будет практика, но то, что можно освоить именно в формате онлайн, то в онлайне и осваивается. Попадалось мне какое-то исследование, то есть почти 75% клиентов готовы обучать онлайн. Ну, естественно, это понятно. Есть где-то 1,5 клиентов, которые понимают значимость живого присутствия, но они все равно склоняются к тому, что как минимум нужно совмещать вот эти форматы. На что еще хочется обратить внимание? На то, что особенно прогрессивные такие достаточно HR службы, они делают акцент на развитии сильных сторон и талантов. Они уходят от вот этого потокового обучения, от какой-то такой массовости, от того, что всем ставится примерно одна и та же цель. А как раз уходят они в пользу того, чтобы персонально с человеком обсуждать его карьерный путь, обсуждать какие-то его зоны развития, подбирать обучение под него. Также больше внимания в корпоративном обучении стали уделять тому, что людей больше мотивируют, людей вовлекают. То есть не просто у вас будет завтра тренинг или завтра вы там в 11 все включите курсик новенький, послушайте или вебинарчик, а то, что заранее людям даются задания, заранее людям отправляют какие-то анкеты. Ну я в принципе и так всегда со своими заказчиками работаю. То есть даже если у меня у клиентов самого особо нет времени вовлекать сотрудников, я то, что зависит от меня, всегда делаю. Я там с ними созваниваюсь, я там с согласованием моего заказчика даю им какие-то задания небольшие, анкеты, в которых там ситуации какие-то разбираем. То есть зависит, конечно же, от темы и от специфики коллектива. Ну то есть этого становится больше, это нормально. Некоторые компании вот как раз процесс и результаты этого обучения совмещают с какими-то конкурсами, викторинами, внутрикорпоративными рейтингами. То есть все, люди в игре, люди в процессе, у них, собственно, нет шансов, чтобы отлынить. А еще если хорошо будешь стараться, еще и получишь дополнительный там какой-то бонус. Что еще? Интересное такое направление, это когда мы уходим от того, что обучение это событие. То есть все, собирайтесь, завтра тренинг, завтра у вас тренинг, все вопросы после тренинга, не трогайте. То есть когда это некий такой переломный момент, все напряглись, все ждут, но как-то потом все это прошло, забылось и все, до следующего раза. И никакая там промежуточная работа между этим обучением не проводится. Сейчас от этого уходят, уходят как раз в сторону того, что обучение больше как проект. То есть вам надо сделать такие-то вещи в рамках определенной деятельности. Вам для этого нужны вот такие знания. Вы их там на курсе, на тренинге, на вебинаре и так далее. Попробуйте как-то там прицениться к ним, как-то отработать и так далее. И вы в следующий этап некоего проекта переходите, потом ждете новую группу заданий, то есть когда все это интегрировано. Так оно у нас ничего с вами не забывается. Так люди вовлечены и так нет вот этого очень на самом деле токсичного и разрушающего состояния, когда люди, все, я сейчас на тренинге отстреляюсь, я себя покажу с выгодной стороны, я там что-то напрягусь, ну а дальше буду работать как работал. Нет, а так выбора у людей нет. То есть они все равно пробуют и применять. Еще есть такой тренд, как создание обучающих среды. Мы не говорим с вами сейчас именно про комплексные там автоматические какие-то платформы, про интеграцию с какими-то приложениями. Мы говорим сейчас с вами, скажем так, по-простому, что можно реализовать в рамках очень разных кадровых систем. Это когда компания сама выстраивает свое видение обучающей среды, то есть из каких источников мы получаем информацию, как мы ее отрабатываем на практике, как мы понимаем, что мы ее отработали, что мы ее применили, что мы корректируем, что мы не корректируем. То есть это очень такой важный, замечательный подход и который по большому счету самим себе-то очень хорошо мозги на место ставит. То есть условно вы берете там какие-то у вас, ну условно там ежемесячные совещания, берете какие-то ваши планерки, берете банк каких-то ваших критических ситуаций, вашу корпоративную библиотеку и определяете. Здесь мы раз в месяц изучаем, здесь мы то-то, как скажем так, разбираем, да, здесь мы привлекаем вот такого вот эксперта, для этого мы должны сотрудников минимум по одному кейсу раз в месяц собирать, то есть просто вы обсуждаете то, что вы можете обсудить внутри компании. Вы сразу на этом обучении не просто разобрали и забыли, а вы людям сразу какие-то связанные с этим задания даете, то есть все тоже это к этому направлению относится. Конечно же больше внимания стали уделять развитию лидеров, но это больше к крупным компаниям относится, именно лидерские качества, именно авторитет лидеров в коллективе. Там специально нужно обучение по развитию мягких навыков. Очень развивается формат корпоративного коучинга. Я по роду своей деятельности много работаю с отделами продаж, много работаю с руководителями и, скажем так, среднего звена и с руководителями высшего порядка. То есть это достижение каких-то профессиональных целей, это достижение целей по саморазвитию, по развитию каких-то мягких навыков. Например, кому-то надо научиться убедительно говорить, кому-то надо увереннее держаться, кому-то надо в коллективе там другие отношения устанавливать. У кого-то там амбиции есть, но не четкие какие-то карьерные планки и так далее. Ну, продавцы это понятно, так или иначе, это деятельность, общение, привязанное к результатам. Какие у тебя есть уже ресурсы и возможности для того, чтобы выполнить твою цель. Все твои ресурсы и возможности, они и уже есть у тебя. Сам себе ты что на ближайшую неделю или месяц запланируешь, чтобы вот это вот реализовать, чтобы вот это вот продвинуться нам на шаг. То есть это как раз сопровождение человека к достижению его цели, как раз именно с помощью использования его собственных ресурсов, его сильных качеств. Это очень удобный формат, стоит это очень недорого. Поэтому если есть у вас какие-то такие вот затухшие сотрудники или вроде хорошие сотрудники, но какие-то мутные, что-то вы вот до конца не понимаете, что они хотят. Если вы сами руководители, есть у вас руководители, у которых тоже некая может быть расфокусировка, некие сложности, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Проведем онлайн с вами коучинговые сессии. Мозги очень здорово встают на место. И вот какие, как правило, какие цели ставят, если человек работает, он обязательно к этим целям идет. Вообще ничего невозможного нет. Еще из трендов, что хочется проговорить, это, в принципе, ускорение обучения. Сессии, там какие-то блоки курсов, все что угодно, тренинги, инструкции, они становятся еще более короткими. Циклы этого обучения сокращаются. То есть это из экономии денег, из экономии времени. И, в принципе, еще знаете из-за чего? Мы же должны учитывать возрастные группы наших сотрудников. Если мы вспомним с вами теорию поколений, то как раз уже очень скоро на нашем трудовом рынке, на нашем кадровом рынке, все больше будет тех, кому меньше 30, там даже, ну пусть 35 лет. А это люди с клиповым мышлением, им намного проще делать пошагово, решать какие-нибудь простые задачки, выполнять простые упражнения. Это не хорошо и не плохо, но они такие, они индивидуалисты, они не коллективные, в отличие от людей, к примеру, там 45+, да, даже там 50+. И как раз вот таким людям и нужны коротенькие серии, понятные какие-то задания наглядные. То есть, конечно же, это все сказывается и на программах обучения. Поэтому вот тренд сегодняшний, это лучше, больше каких-то маленьких, небольших таких компактных заданий и очень такой структурированной теории, чем что-то такое очень длинное, затянутое и концептуальное. Что еще? Компании в принципе развивают, скажем так, внутреннюю экспертизу и внутреннее самообучение. Когда сотрудники и руководители между собой делятся опытом, у кого что получилось, у кого что не получилось, разборы какие-то проводятся. Когда внутри компании проводятся мозговые штурмы, фасилитационные сессии. Конечно, это эффективнее, когда у вас это проводит сторонний специалист, потому что он непредвзято относится, он выдерживает структуру, он объективно подмечает какие-то моменты. Естественно, я такие вещи провожу и очень результативные мероприятия получаются. Но и в том числе вы сами тоже можете это провести с какой-то регулярностью, ставить какую-то цель, просто делиться опытом, вести корпоративную библиотеку. То есть компании подстраиваются как могут, они используют те ресурсы, которые им доступны. В принципе, обучать сотрудников регулярно чему-то такому ценному и нужному это доступно всем. Даже тем, у кого на это каких-то больших материальных и кадровых ресурсов нет. Главное именно видение, то есть ваше понимание, зачем вам это нужно и какие-то такие шаги адекватные, которые опять же в рамках ваших ресурсов. Друзья мои, я желаю вам успешного 2021 года. Пусть все ваши цели реализуются. Пусть сотрудники вас радуют вашими, и вашими, собственно, да, и своими результатами. Пусть все у вас получается. Я желаю вам сориентироваться в этот непростой кризисный период и еще больше укрепить и собственный авторитет, и авторитет своих компаний. Если вам нужна моя помощь как бизнес-тренера, как корпоративного психолога, как коуча, если есть у вас ко мне какие-то вопросы по обучению, по развитию сотрудников и по развитию себя самих, пожалуйста, обращайтесь. Мои контакты указаны внизу под видео. Также я есть на моем сайте verabo.ru И я есть почти во всех основных соцсетях. Вера Бокарева. Так меня и ищите. Всем пока. Всем до новых встреч.